Всем доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Все, сегодня у нас опять будет Мишли, а потом опять будет Пертеевод, потому что я опять уезжаю. У меня была неделя тренингов, прям без остановок. И тренинг тренировал, обучал людей, как обучать, передавал свой педагогический метод. И значит, а сейчас уезжаю, после шабата сразу улетаю в Актау. В Актау, значит, в Казахстан, помогать людям перейти на принципиально новый уровень в своем развитии. И с Божьей помощью в Актау, значит, сейчас... Так, отлично, сейчас мы смотрим, есть уровень подключения к сети. О, пошел лайв опять, да, привет, Саня! Так, хорошо, дорогие друзья, все, у нас... И мы начинаем как раз новую главу, девятнадцатая глава. Мы стартуем девятнадцатая глава Мишли. И, значит, с Божьей помощью прямо активно продвигаемся. Все. Девятнадцатая глава, о чем нам говорит? Что-то нету никого в эфире. О, пошли, пошли в эфире. Светлана Карачева, привет. Сейчас начнут набираться, да? Значит... Я всем сказал, завтра не приходите. А, Итан сказал, всем завтра не приходите. Все к шабату готовятся. Так, Сергей, привет всем. Саид Макаев, добрый день. Скафин Дусеевич, добрый день. Дмитрий Тим, шалом. Хорошо, дорогие друзья. Все, мы стартуем. Всем шалом. Значит, смотрите, девятнадцатая глава Мишли. Начинается с такой фразы. Такой фразы, значит. То в раш, Олег Бетумо, мы и кэш сватав в уксид. Значит, лучше или хорошо, лучше, наверное, лучше. Раш это бедный. Олег Бетумо. Тот, кто идет в... Бетумо, это в... Вот как есть. В простоте, в такой, да? В тумо, это как у него внутри, как снаружи, да? То есть, он бедный, но он честный. Вот так вот. И лучше быть бедным и честным, который ходит в своей честности, да? Чем искривляющий уста, и он ксиль. Ксиль это кто? Ксиль это тот, кто грешит по вожделению. То есть, у него... Его ведут его вожделение по жизни. Но он и кэш сватаем, он устами скривляет это все. Он говорит, да нет, я хороший, там, он все как бы двуличный такой, да? То есть, лучше бедный... Интересно, что тут ненависно, что вот этот вот искривляющий уста, он богатый. То есть, здесь говорится, что... То есть, лучше живет, даже если человек бедный, но он настоящий. Лучше быть бедным, но настоящим, чем искривляющим уста и скрывающим свое нутро. Вот так вот можно это понять. То есть, здесь не противопоставляется бедность богатству. Здесь противопоставляются два способа жизни. Есть люди, которые настоящие. Он такой, какой он есть, и ему не надо ничего скрывать. У него такая вот, ну, позиция по жизни, вот я это я. Все. А есть позиция другая по жизни, когда человек, он все время скрывает свое настоящее состояние, и он пытается внешне с устами быть один, а внутри быть другим. И это, значит, хуже, чем простота и однозначность. Интересно, вспоминается история, как, не помню, из какого трактата в Талмуде, когда сделали... Был Рабан Гамлеэль, он был глава... Глава он был Наси, князь такой, да? Это было после уже, получается, разрушения второго храма. Вот этот вот Рабан Гамлеэль, он был очень жесткий такой. И он в Бэтмедраж, в Дом Учения, он пускал только тех, которые докажут, что они как раз у них тохок и баро. То есть, у них внутри, как снаружи. То есть, таких он пускал людей, прямых и однозначных, только учить Тору. И потом, когда его... Он был такой однозначный, такой очень жесткий. И мудрецы сказали, мы хотим снять его с поста. Я не буду рассказать, там длинная целая была история. И Лазар Беназария поставили, чтобы он был Наси. Теперь он открыл ворота Бэтмедража и добавили в один день 400 скамеек людей, изучающих Тору. То есть, прямо 400 скамеек, там, ну, скажем, по 10 человек на скамье, или по 5, может. Да, много людей. И Талмуд говорит, как? Он что, стал пускать тех, у которых снаружи никак внутри? Двуличных начал пускать? А ответ был такой, нет, он пускал тоже только тех, которые прямые и однозначные. Но в чем была между ними разница? Почему же столько людей добавилось? По Рабангамлиэлю нужно было доказать, что ты однозначный. То есть, была презумпция виновности, и человек должен был доказать, что он однозначный. По Рабе Елизарбе Назаре, он изначально считал, что человек, он однозначный, раз он идет учить Тору, то есть, он настоящий. Но если доказывали обратное, он тоже его не пускал. То есть, правило осталось одним и тем же. Изменилась только подход. Или презумпция невиновности, или презумпция виновности. На сегодня, если бы мы определяли, кто настоящий, кто ненастоящий, то я думаю, сейчас явная презумпция, что всех с детства учат быть двуличными. Ну, то есть, это как бы однозначно, людей учат скрывать свои истинные мысли, желания. Прямо с детства идет прям такая накачка. Очень мало людей, которые прямые, которые говорят себе, да, я хочу быть там дворником, или не хочу работать. Да, вот приходит человек на работу, да, хочу работать. А спросил так честно, что хочешь работать? Да, никто не хочет работать почти. Единицы занимаются любимой работой и хотят работать, да. Ну, есть такие, слава Богу, тоже люди. И они становятся лучшими мастерами каждой в своей сфере. Шалом, Израиль с нами. Все. Роман Гульман, привет. Теперь, вот эта великая мудрость царя Соломона, позиция в жизни быть собой, самая приятная позиция, чем скрывать свои мысли, да. Хорошо. Вторая, второй отрывок. Второй отрывок в 19 главе звучит так. Значит, второй отрывок звучит так. Также, без даата душе нехорошо. Значит, даат это однозначно четкое восприятие жизни. То есть, у каждого из нас есть восприятие, какое-то есть, то есть, все воспринимают мир. Но большинство людей воспринимают мир, воспринимают мир искривленный. То есть, они накладывают на реальность, накладывают свои ожидания от реальности, свои интерпретации, свои объяснения. В итоге, каждый человек находится в некой карте местности, да, ну, назовем это карта, в восприятии. Но оно неправильно у большинства людей. Почему? У них неправильные, неверные исходные предпосылки. То есть, те фильтры, которые они накладывают на входящий сигнал, они искривляют. Там есть люди, назовем их пессимисты. Они все трактуют, у них такой стоит фильтр серый, и он все прямо по ходу искривляет. А, типа, понятно, что он имеет в виду там, да. Ну, конечно, ничего хорошего ждать мы не можем от завтрашнего дня. Ну, и так далее. То есть, они все как бы на все накладывают серый такой цвет. Есть оптимисты, они на все накладывают розовый такой цвет, да. То есть, они все трактуют в оптимизм. Есть креативщики, да, как говорят, что для пессимиста полустакана воды. Для пессимиста это полупустой. Для оптимиста это полуполный. А для Сальвадора Дали это слон. То есть, есть, для него стакан это слон. То есть, есть люди... Для буддиста его нет, там все продолжение. Да, для кого нет его? Для буддиста его нет. Для буддиста его нет, да, ну и так далее. То есть, каждый накладывает на этот стакан свой, как бы, фильтр восприятия. Теперь, что нам сказал царь Соломон в 19 главе во втором отрывке? Он сказал так, что без даата, без вот этого вот чистого восприятия. Даата это чистое восприятие, построенное на изначальных предпосылках аксиомы Торы. Создатель мира, он дал нам изначальную, как бы, карту местности в Торе. Он сказал, это добро, это зло. Вот правила, по которым работает мир. Ты не знаешь, что будет завтра. Ты должен надеяться, верить в Бога, что все будет хорошо. Это не те аксиомы, которые дал создатель мира инструкция, чтобы в этом мире пройти правильно по вот этому вот материальному отрезку. Ну, грубо говоря, есть же разные уровни, как в компьютерной игре. И чтобы пройти вот этот отрезок пути и не ошибиться, нужно знать правила. Когда ты заходишь в компьютерную игру, ты должен знать. Тут нажать, тут не нажать, тут джойстиком как пользоваться и так далее. То есть, если тебе аксиомы не объяснили, что там стены, есть аксиомы, которые работают в компьютерной игре. Если ты не знаешь изначальных аксиомов, у тебя нет шансов в ней выиграть. Точно так же Бог нам в Торе объяснил изначальные исходные предпосылки. И дальше человек, который знает эти предпосылки, плюс он понимает, как работает его интеллект, например. Он понимает, что есть подсознание, есть сознание, есть всякие искажения восприятия. Вот у такого человека даат восприятия у него правильные. А во втором отрывке, что написано, если у человека нету даата, то его душе, его душе, нефеш человека, лотов, ему нехорошо. Почему ему нехорошо? Да потому что он не понимает вообще, что с ним происходит. Он все время вынужден на каждом шаге искать какое-то объяснение и действует, исходя из этих объяснений. Ветсбераглаем хоте. И тот, кто спешит своими ногами, он грешит. Есть такие люди, которые такие, они торопятся все время, они все время куда-то бегут. И он куда-то бежит, и он вроде думает, что он куда надо бежит, а он вообще не туда бежит. И он бежит, целыми днями там что-то делает, что-то суетится, все. А оп, и оказывается, он грешит, что он в субботу куда-то бежит, а в субботу надо отдыхать. И он думает, блин, да я каждую субботу работаю вообще, как папа Карла, где же деньги-то? Как знаете, встречаются два человека, они всю жизнь прожили вместе, примерно на одной работе работали, там на заводе, в Израиле, да, это дело происходит. И, значит, вот пример вообще, ну просто идеальный пример. Смотрите, значит, у меня есть сосед, у меня есть сосед в Израиле, он композитор, композитор, причем он оперы пишет, там играют его в разных мировых артинах, ну то есть он реально композитор, ему за 70 лет, он такой работяга, композитор, до сих пор он сочиняет, и до сих пор там в каких-то операх, ну в общем, играют его симфонические произведения. У него жена учительница из Америки, которая всю жизнь преподавала здесь в университете в Израиле, да, в Иерусалиме. И они нерелигиозные, вообще нерелигиозные, то есть они как раз вот эти нерелигиозные люди, хотя он ходит по субботам в синагогу, учит Тору, но он это называет, я в Бога не верю, я учу еврейскую традицию, мне интересно просто. Значит, и он был у меня на Суккоте, я его пригласил, и он рассказывает, а у него двое детей, дочка профессор в, по-моему, в Калифорнийском университете, ну где-то в Америке, сын музыкант, тоже уехал в Америке, не могли в Израиле жить, нету денег, не могли квартиру купить, ну не могли в Израиле устроиться, и уехали. И он рассказывает про своего родного брата, говорит, а родной брат у меня, говорит, он такой же, как ты, типа, ну харидимный, ортодоксальный. У него 8 детей, там 50 внуков, все живут в Израиле, он работает преподавателем в школе, ну в Хедере, ему уже там за 70 лет, он продолжает работать. Но как-то все устроены. То есть вот что интересно, человек, который всю жизнь пашет, но он не соблюдает законы Торы, он может бегать, суетиться, спешить, а по итогу у него ничего не останется. И вот эти вот двое людей в истории, они сидели, уже пенсионера два, один другому говорит, слушай, а что ты не понимаешь? Мы оба работали всю жизнь на заводе, только ты по субботам и по еврейским праздникам отдыхал, а я работал. Получается, ты в год, я в год работал на 52 дня, плюс 10 дней праздников, на 2 месяца больше, чем ты, каждый год. Значит, если 2 месяца, возьмем среднюю зарплату, пускай среднюю зарплату, там, 2 тысячи долларов, да, например. Я должен был заработать каждый год на 4 тысячи долларов больше. Значит, за 30 лет трудового стажа я должен был заработать, там, не в какой каждый год, 2 месяца по 2, а 4 тысячи, да, ну, там, на 120 тысяч долларов. Ну, в то время, там, это можно было купить, ну, грубо говоря, квартиру какую-нибудь, да. Он говорит, где мои деньги? Где мои деньги? Почему? Я всю жизнь работал больше, чем ты, ты все время сидел с семьей, там, праздновал, отдыхал. Где деньги? А тот ему говорит, а тот, кто в субботу работает, деньги уходят на врачей и адвокатов. Все. Вот это то, что здесь написано, что тот, кто не знает, как работает система, это ему, он вредит своей душе. Он старается, он старается, чтобы было хорошо, но он не знает, как система работает. У него нет восприятия правильного. А тот, кто спешит еще, так он обязательно согрешит. Он обязательно что-то, походу, сломает, там, ну, и так далее. Понятно. Третий отрывок. Значит, теперь дальше. Дальше берется третья стадия. Есть Ивэль. Ивэль это скептик. Значит, вот эта скептичность, циничность и, ну, скептики-цините, да, которые все опровергают. Он говорит, а кто сказал, что Бог есть? А ты докажи. Ну, ты ему говоришь, ну, как рабе Акива одному римлянину доказывал, что Бог есть. Римлянин говорит, докажи, что Бог есть. Он говорит, докажу. Вообще не вопрос. Давай завтра встречаемся в 12 дня. Встречаемся, значит, на площади, я тебе докажу, что Бог есть. А он говорит, я хочу увидеть. Я хочу Бога увидеть. Он говорит, хорошо, я тебе завтра покажу. Встречаются они в полночь на площади. Ну, лето, полдень, полдень, да, в полдень на площади. Лето, жара, Израиль, представьте, лето. И рабе Акива ему говорит, вот смотри, сейчас центр солнца, и через пять минут ты увидишь Бога. Тот говорит, как я могу смотреть в центр солнца вообще пять минут еще, да, я на него просто посмотреть не могу. Я слепну. Он ему говорит, ну, слушай, говорит, а как ты Бога хочешь увидеть? Создатель мира, создатель всех солнц, создатель мироздания, который всему дает энергию вообще. То есть все солнца, они существуют, все звезды существуют просто потому, что он всему этому дает энергию. Ты на солнце не можешь посмотреть. Как ты Бога хочешь увидеть и не сгореть? Ну, римлянин понял, что Бога нельзя увидеть. Или другая есть история, когда раби Строль Салантер, он остановился в гостинице, и хозяин гостиницы тоже был такой стептик. Он ему говорит, вот ты верующий, говорит, а ты мне докажи, что Бог есть. Докажи. Раби Строль Салантер говорит, ну, что мне тебе доказывать, говорит, было исход из Египта, десять было казней, море потом раступилось. Тот говорит, да, ты мне рассказывай, что когда было. Ты мне сейчас покажи, пускай он мне сейчас море раступит или сейчас казни сделает. Мне надо прямо сейчас, чтобы я увидел. Я на руках сделаю. А раби Строль Салантер, ну, думает, ну, скептик, чистый скептик, да, то есть, как ему, он говорит, хорошо. И тут он, а у этого хозяина гостиницы была дочка, которая ему по делам там помогала, и он очень гордился, что она выпускница консерватории. Выпускница консерватории, что она играет там на скрипте вообще, ну, то есть, прошла какой-то конкурс, экзамен там, самый крутой. Значит, и тут раби Строль Салантер ей говорит, этой дочке. Слушай, говорит, а я не верю, что ты в консерватории училась вообще и экзамен сдала. А ну, сыграй мне, я хочу проверить. Дочка говорит, а что буду тебе играть? Если буду каждому играть, ну, что, ну, что буду каждому играть? У меня экзамен есть, я перед профессорами играла. А что буду перед тобой играть? Пошла папе жаловаться. Папа на него. Что ты у нее, ты что, не видишь, у нее диплом есть? Он говорит, а ты что, в Торе не читал, что 10 казней были? То есть, Бог должен теперь перед каждому, каждый год, перед каждым хозяином гостиницы 10 казней делать, и диплом ее я должен верить в консерватории. А Торе ты не веришь, когда там 3300 лет каждый песок собираются за столом евреи, которые вообще ничему не доверяют, во всех странах мира одинаковые, рассказывают, как был исход из Едипта. Так что это для тебя должны делать? Еще один исход, что ли, чтобы ты поверил? И он ему также объяснил на его же примере. Теперь третий отрывок в Мишле, в 19 главе, он нам говорит, и велит, вот эта вот стептичность человека, Тесалев Дарко, она искривляет его путь. То есть, вот этот стептик, он ничему не верит. Он не верит правилам дорожного движения, он не верит уголовному кодексу, он не верит административной ответственности. Он все скептически ко всему подходит, и он не верит, естественно, Богу. И говорит, а кто сказал, что нельзя говорить там лошонара, злоязычия или сплетни? А я буду говорить, сказал он, и давай про кого-то рассказывать. А потом тот рассказал тому, тот рассказал тому, тот пришел ему и дал по роже. А он говорит, да, не, это случайное совпадение, знаешь, это совпадение. Я сейчас, говорит, лучше, ну там, и так далее. То есть, человек, который не верит в Бога и в заповеди, он все время попадает в какие-то ямы, в какие-то, ну, западни. Теперь, значит, в какие-то западни он попадает, и к чему он в конце концов приходит. Третий отрывок продолжает. В Аляшем изавлибо. И на Бога еще и возмущается его сердце. А потом, когда, не дай Бог, там что-то случается, он говорит, где же был Бог? Где же был Бог? Почему Бог меня не защитил? А ты про Бога помнил всю свою жизнь? Никогда не помнил. Так он еще, мало этого, что у него искривленный, у этого скептика такой ум, что есть известная история, как коммунисты, вот эта Евсекция после войны, после революции. Они заставляли евреев, значит, ну, доказывать, вот Равзильбер рассказывал, у них жили там эти коммунисты, они его заставляли в субботу спички зажигать специально. Ну, пытались заставить, он убегал. И вот они заставляют там евреев в небо дули показывать и кричать, что Бога нет. А один Равзильбер говорит, я понять не могу. Если Бога нет, кому мы дули показываем? Кому мы кричим вообще? Почему в небо кричать? Если вы не верите, что, если вы не верите в Бога, так при чем тут вообще? Ну, нет, все, давайте забудем. А если он есть, говорит, так я чего буду кричать и что я буду показывать? В общем, третий отрывок нам говорит о, как бы, последствиях того, что человек является скептиком и он не верит в божественную систему мироздания. У него на выбор остается тогда система, придуманная другими людьми или придуманную им самим. То есть он тогда придумывает свой мир, надеясь, что его выдумка поможет ему выиграть в той игре, которую он создавал. То есть мироздание, оно создано, и ты все равно живешь в какой-то концепции, в какой-то системе, в какой-то системе правил, которые ты получил по-любому от других людей. То есть все правила, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И какой-то папа, он ему отвечает, там, хорошо, значит, пиво пить холодным, а, например, а водку тоже холодной. А виски, говорит сынок, запомни, самое главное, что такое хорошо, виски надо пить со льдом. Понял? Вот это хорошо. А значит, и еще хорошо, сынок, запомни, что у нас все было и нам за это ничего не было. И вот человек, бах, живется в одной концепции, а другой ребенок пришел, другая кроха пришла к маме и спрашивает, мама там, что такое хорошо, что такое плохо. Мама ей объяснила свою концепцию, бабушка свою концепцию, дедушка свою концепцию, друзья в школе свою концепцию. И вот у человека в голове набор концепций, и он потом по этим концепциям пытается выкарабкаться по жизни, надеясь, что ему сейчас будет хорошо. А ему нехорошо, посмотрите вокруг людей, найдите хоть одного, кому хорошо вообще. Все мне хорошо, у всех головняк, у всех проблемы, у всех сложности, все воюют, не на каждом этапе жизни у каждого свой головняк, да. И каждый, ну, то есть нет времени голову поднять, все борются за какие-то там дивиденды, или вылазят от своих жареных петухов и убегают, все. А вот вам Тора, смотрите, класс, вот ты живешь счастливый, то есть живет в Израиле там миллион человек харидимных, из них половина счастливых, например, да. То есть реально, я жил среди ортодоксальных евреев, половина счастливых. Смотришь, вроде у них, ну, такая, ну, непонятная жизнь, непонятная, но они счастливые, то есть они реально, им понятно, что вот ты живешь, вот ты умер, вот у тебя рай, здесь ты живешь, у тебя тут суббота, значит, надо приготовить челунт. Челунт это специальное жаркое. Все, он, значит, пятницу готовит челунт. В субботу он помолился, поел челунта, и, значит, сон, шаббат, наслаждение. И лег, поспал вообще. Про работу думать нельзя, ничего, забот нету, как бы заботиться о завтрашнем дне не надо, Бог позаботится. Чем буду заботиться о завтрашнем дне, когда Бог позаботится, да. Я не должен думать про, я что в Боге сомневаюсь, он мира, над всем миром заботится, так я еще буду волноваться. Все. И религиозный человек, он себя снял с заботой о завтрашнем дне, он о прошлом, он думает все, что Бог делает, все к лучшему. У него остается сегодняшний день, значит, сегодня пятница, надо прочитать недельную главу и приготовить челунт. Все. Вот это две заботы у него есть. Недельную главу прочитал про Авраама, как Авраам встречал ангелов, там интересно вообще. Ты живешь, человек все время ищет, где бы в жизни интересного найти. А тут ты читаешь недельную главу, тут тебе комментарии Раши, тут тебе Рамбан, тут тебе Сфорна, тут тебе Клиякар. Тут они все друг с другом спорят, и ты сидишь, думаешь, капец, в каждом слове ты можешь углубляться, 3D-картинка, да. Все. Значит, и последнее, последнее, давайте четвертый отрывок прочитаем, последний сегодня, и написано так. Он, Йосиф, Раим, Рабим. Значит, здесь он переходит на тему, которая актуальна, актуальна очень сильно вообще для всех людей, и считается, ну, то есть, что для евреев она очень особенно актуальна. Значит, имущество, он это имущество, Йосиф, Раим, Рабим. Имущество добавляет приятелей много. Когда у человека появляется имущество, у него появляется много приятелей. Вы дали Мерео и Парет. А тот, кто дали, это обездоленный, тот, у кого ничего нету, он даже от ближнего своего, он отдаляется. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду здесь следующее, что когда у человека появляется много имущества, у него появляется много близких. Ну, как приятелей, да. И мы до этого еще учили, что приятелей может быть много для развлечения, а друг может быть один, который ближе, чем брат. То есть, друг это один, который ближе, а приятелей много. Здесь он нам объясняет, откуда появляются приятели. Приятели появляются не у тебя, а у твоего имущества. То есть, потому что, когда есть имущество, то оно как бы притягивает приятелей много, оно чего не отдохнуть, кайфануть, там повеселиться. Теперь, да, то есть, имущество притягивает, отдали, у которого ничего нету. Он даже от ближнего своего отдаляется. Но тут есть, как бы я увидел интересный комментарий, что у человека поведением же управляет подсознание, желание. И когда, даже когда человек, он типа, ну вот, он просто не думает с тем дружить, с тем не дружить, но у него на автомате его эго, оно его тянет как магнитом туда, где он может чего-то для себя получить. Поэтому, поэтому, когда у человека есть там имущество, когда это самое, то к нему тянутся все, я помню, ну вот, я работал с разными богатыми людьми, вокруг каждого богатого человека есть свита такая, да, то есть, люди, которые, причем, ну вот, есть богатые люди, очень щедрые, там, я когда-то был советником, Александр Борисович Фельдман такой есть, Барабашова. Он, ну реально, очень добрый человек, не просто добрый, а, ну, добрейший, вообще невероятно. А? Депутат. Да, да. Но он очень богатый, у него там Барабашова рынок, все. Вот вокруг него, ну, просто люди расцветали, вот так вот, к нему попадают в окружение какое-нибудь такое, знаешь, потом бак проходит там пару месяцев, у него там квартиры, машины, зубы новые, такой все, знаешь, вот, он просто реально от него, ну вот, все обогащались вокруг. То есть, очень хороший, добрый человек, который, ему бог за это и давал, и дает, то есть, как бы, каждый человек это проводник, и он очень хотел, чтобы вокруг всем людям было хорошо, а сейчас, в последнее время, он открыл Фельдман Экопарк, он решил, чтобы и животным было хорошо. Он сделал, он сделал, и в основном он сейчас помогает животным, потому что все-таки, ну, люди, он в людях, да, видно, в людях он подразочаровался, да, потому что, ну, в основном, там, многие вокруг него обогащались нечестным путем, там, знаешь, ну, то есть, были, были случаи, да, и он, видно, в людях разочаровался, сейчас у него огромный экопарк, обезьяны, крокодилы-видимоты, и туда он интересно сделал, там, для детей, которые больные, какими-то, ну, там, болезнями, там много очень программ, чтобы вот эта животная терапия, они лечат этих детей. Еще раз нас предупредил царь Соломон, что имущество добавляют приятелей много, а бедные даже от ближнего своего отдаляются, то есть, все, вот это вот нам, нас предупредили, что, что, что и что, то есть, в Мишле здесь, оно делится здесь на, есть некоторые отрывки, которые нам сообщают факты, как работает система, есть некоторые отрывки, где дается совет, что нам делать, то есть, здесь это было просто, вот так работает система, все, все, друзья, спасибо, шаббат, шалом, значит, кто хочет поучиться, у нас есть очень, а, давайте, надо обязательно делать выводы, это конкретно факт, что если поучился и не сделал для себя выводы, три личных вывода, то, то все, оно, как файл не сохранил, ушло. Пожалуйста, сейчас каждый, напрядитесь, вот прям напрядитесь и сделайте три вывода, до трех выводов, что можно понять из того, что вы выучили, вот именно для себя выводы, первый вывод какой, какой первый вывод, да, что лучше быть самим собой, второй вывод, что, что нужно выбрать себе операционную систему проверенную, Тора проверенная операционная система, то есть, человек, который живет по законам Торы, это, это четыре тысячи лет от Авраама, первого еврея, Авраама Вину, до сегодняшнего дня, четыре тысячи лет еврейский народ живет по Торе, по вот этим вот принципам, да, божественным, и 25 процентов Нобелевских лауреатов, ну, то есть, исчезли все наши современники, которые четыре тысячи лет назад, не осталось ни одного народа, ни одной религии, ни одного, ну, ничего не осталось, кроме еврейского народа, который живет все это время по одной схеме, да, которую Авраама Вину, первый еврей, который обратился к Богу, он эту схему понял, распознал, и он по ней живет, значит, второе, нужно жить по системе, ну, выбрать себе операционную систему, если что-то у человека не работает в жизни, второй вывод какой, значит, ему надо поменять операционную систему, поменять, почистить вирусы, и третье, что не обольщайтесь, вот эта вот погоня за имуществом, она, ну, то есть, она как бы, это общепринятая погоня, но она не дает счастья, а счастье дает именно внутренний мир человека, и встречают по одежке, но провожают по уму, и счастье, оно внутри, оно не снаружи, оно внутри, и к нему надо стремиться. Все, удачи, успехов, шаббат, шалом, всем хорошего дня, жду ваши выводы, поделитесь этим уроком, пожалуйста, с друзьями, со знакомыми, но можете просто поделиться своими выводами. Все, всем шаббат, шалом, пока.